Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я хочу познакомить вас с игровым USB микрофоном DJI M20 от компании Mao No. Данный микрофон хорошо подойдет не только для геймеров, но и для подкастеров. Данный тип микрофона является конденсаторным, а направленность микрофона кардиоидная. С коробки он идет на достаточно увесистой и устойчивой подставке, так что случайно вы его точно не перевернете. Но также совершенно спокойно вы можете подвесить его на какую-либо удобную для вас струбцину. Благо в комплекте для этого есть специальный переходник. Тип подключения микрофона проводной через USB Type-C. Частотный диапазон варьируется в районе от 80 ГГц до 10 кГц. А чувствительность данного микрофона равняется 40 дБ. Если для вас важен цвет микрофона, то он может быть в белом, розовом и в черном цвете, как у меня. Высота данного микрофона без стойки равняется всего лишь 116 мм. Но на стойке на самом деле он будет чуть повыше, это где-то в районе 220-230 мм. Ну а теперь переходим к проверке качества записи звука. Как вы могли догадаться, ранее услышанную аудиодорожку я записывал именно на этот микрофон. Громкость микрофона в системе была выставлена на 100%, а чувствительность на самом микрофоне была выставлена примерно где-то на 50-60%. Микрофон все это время я держал примерно на расстоянии от 10 до 15 см до рта. Ну а теперь я выставил чувствительность микрофона на минимальный уровень, но, однако, расстояние до рта я оставил на прежнем уровне. А в данном случае я сохранил минимальную чувствительность микрофона, но отодвинул микрофон от себя примерно на дистанцию, равную 50 см. А в данном случае я сохранил дистанцию, равную 50 см, однако выставил чувствительность микрофона на максимум. И, скорее всего, появилось эхо, также, возможно, вы сейчас слышите удары по столам, нажатие на клавиши клавиатуры и нажатие на кнопки мышки. И, проведя выше указанные тесты, я понял, что для моего голоса достаточно выставить чувствительность микрофона где-то примерно на серединку, оставить громкость микрофона в системе на 100% и держать его в районе 10-15 см от рта. Тогда и не будет слышно нажатие клавиш на клавиатуре, чуть-чуть, конечно, будет слышно нажатие кнопок мышки, но зато не будет слышно эхо и не будет слышно того, как жужжит мой системник под столом. Также у микрофона есть достаточно интересная функция, ну, так скажем, встроенного местного шумодава. Сейчас я говорю и одновременно стучу по столу кулаком, нажимаю всяческие возможные клавиши, еще раз стучу кулаком, просто перебираю пальцами по столу вокруг себя, что-то делаю, стучу ладошкой, стучу по стене, гремю коробкой. Ну и как бы типа по идее этот шумодав должен с этими всеми шумами справляться фоном, меня должно быть хорошо при этом слышно. В сравнении с тем микрофоном, которым я пользуюсь каждый день, качество записи моего голоса на этом микрофоне как будто бы без каких-то басов, что ли, не знаю. Такое ощущение, что здесь преобладают более высокие частоты и такое чувство, будто этот микрофон больше подойдет АСМРщикам. Ведь согласитесь, АСМР это круто. Ну а в целом это достаточно неплохой легкий микрофон с приемлемым качеством записи звука, который подойдет, ну наверное, для большинства начинающих блогеров. Очень удобно то, что режимы RGB подсветки и включение-отключение микрофона у нас выведены на сенсорные кнопки. Также здорово, что RGB подсветку можно просто взять и отключить. Также, честно признаться, меня удивила упаковка, ведь на самом деле, вот первое впечатление складывается именно от того, как упакован товар и в какого качества материалы он упакован. Внешняя коробка сделана из достаточно плотного картона, приятного на ощупь. И что меня, если честно, удивило, на верхушке коробки находится QR-код, отсканировав который, вас перешлет на официальный сайт и уведомит о том, купили ли вы оригинальный товар, либо подделку. Внутри коробки микрофон защищен абсолютно от всех типов ударов, которые могут выпасть на его участь во время транспортировки. Его аккуратно положили во вспененный материал и он действительно чувствует себя там очень и очень комфортно. Также удивило то, что всю мелочевку положили в отдельную коробку. Я такого ни разу не видел. В основном это кладут в лучшем случае в пакетики, либо просто кидают и оно там телепается. Ну и в конце обзора хочется немножко порадовать владельцев консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Ведь производитель MAUNO официально сертифицировал этот микрофон для работы на вышеуказанных приставках. Ну и на этом все, друзья. Спасибо вам всем огромное за внимание. Обязательно пишите в комментариях, как вам данный микрофон, планируете ли вы его приобретать, ну либо хотя бы к нему присмотритесь. В любом случае переходите на сайт MAUNO, ссылку я оставлю в описании. Также не забывайте ставить лайки для того, чтобы продвинуть это видео в рекомендации. Ну а меня просто поддержите подпиской на канал. А на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся.